В Сочи продолжается рассмотрение вроде бы абсурдного дела, но не так все просто в юридическом мире. Я напомню суть. Вот по этой бумажке, видите, с этими цифрками, какими-то росписями, закорючками, Лаврентьева Галина Лазаревна, директор, а сейчас владелец предприятия Сочи Холод, тоже в Сочи находится, от судила у ветерана МВД Турова Юрия Ивановича 9,6 миллионов. А удовлетворяет иск, сделав из этой бумажки целый документ, то есть расписку о якобы полученных деньгах Елены Хахалевой, ее подчиненные. Вот такие чудеса правосудия. Была обыкновенной бумажкой, а сейчас целый договор займа, целая расписка займа. И Туров в результате должен 9,6 миллиона. Ни 17, ни сколько просили, удовлетворили частично. Ну, тоже немаленькая сумма за такую-то бумажку, да? А как эта история вся вообще появилась-то? Откуда там взялись такие замечательные персонажи, как Елена Хахалева? Дело в том, что когда-то было, да оно и сейчас есть, предприятие в Сочи, Сочи Холод, Донская 7. В 90-е годы приватизировали это предприятие, и директором этого предприятия стала Лаврентьева Галина Лазаревна. И в какой-то момент замечательный. И она решает, что же мне это предприятие в частную собственность не перевести. Это все же городу Сочи принадлежит. Не так все просто сделай. И у ней рождается гениальная идея. Ну, может, не у ней рождается, может, они так гениально. Но рабочая уж точно схема. Схематозик такой. Она еще в 19-м году продает все это некой Сокольской за 2,8 миллиона рублей. Не все, а вот только помещение. Потому что земля была в собственности города Сочи. А Сокольская это не просто какой-то человек с улицы. Их дети, то есть Лаврентьева и Сокольская, они вместе сожительствовали. То ли на тот момент, то ли раньше. Ну, в общем, родные люди были. И вот Сокольская, купив это помещение практически у своей родственницы, решает и землю перевести в собственность частную. А как это сделать? Сначала в администрацию обратилась, ей отказали. Потом в суд сочинский ей тоже отказали. А вот в Краснодарском суде, и нам снова встречается тут Хахалева Елена и ее подчиненная, ее иск удовлетворили. И землю отдали ей в частную собственность. В центре города Сочи, Донская, 7. 11,5 тысяч квадратных метров земли сочинской. Практически золотой. Вот такой вот подарок золотой, от золотой судьи. Но Сокольская, через какое-то время, через несколько месяцев, ей вдруг понадобились деньги, и она продает обратно Лаврентьевой. За 2,5 миллиона. То есть купила за 2,8 миллиона, а продает за 2,5 миллиона. Вы же понимаете, что за 2,8 купить, а за 2,5 продать, это уже с землей. Представляете, землю-то она уже перевела в частную собственность. Она в ее собственности была. Она землю продает. Вот такой бизнес по-сочински, да, она прямо говорит, нужны были деньги. Предложила обратно Лаврентьевой. Она говорит, у меня вот там есть 2,5 миллиона, там 2,571. Вот давай за 2,571. А я согласилась, потому что нужны были деньги. Случаи, конечно, разные бывают. Ну, как-то вот от этой ситуации, вот каким-то прям вот схематозиком попахивает, да. Но на этот вопрос должна, конечно, ответить следствие. Прокуратура какое-то время вообще ничего не видела. Но вот Юрий Иванович Туров попал на прием к прокурору города Сочи, и он, ну, обещал что-то сделать, помочь разобраться в этом деле. По этому поводу я был у прокурора города Вячеслава Николаевича, который сказал, что он разберется, и пообещался помочь в торжестве закона и правосудия. Я, конечно, прекрасно понимаю, что здесь действует в данном случае целый синдикат, преступный синдикат во главе с Лаврентьевой, которая, используя свои финансовые возможности, втягивает в преступный круг все больше и больше лиц, обладающих властью, погонами, из третьей власти, судебной власти, втягивает в этот порочный круг. Бороться с ними, конечно, трудно, но я считаю, что это возможно и нужно. Наша редакция отправила запрос на имя Табельского Сергея Владимировича, это прокурор всего Краснодарского края Сергея Владимировича, чтобы он взял на контроль это дело. И как-то разобрались. Ну как так земля была города, а тут раз и в частные руки так легко перешла. Туров Юрий Иванович у него уже был. И, ну что ж, ожидаем какого-то результата. За ситуацией мы следим. Ну вроде бы прокуратура заинтересовалась ситуацией в Сочи холод. А вот давайте вернемся к этой бумажке. К этой бумажке. Вы же понимаете, что вот в решении с этой бумажкой, кто сделал ее договором, и в деле Сочи холода, когда земля из муниципального владения перешла в частное владение, фамилии-то одни и те же, действующие лица одни и те же. Такие дела разные, а вот так похожи, такое совпадение. Потом это дело попадает в Верховный суд. Верховный суд говорит, нет, это никак не может быть распиской. И возвращает это дело обратно в Краснодар, в Краснодарский суд. Но каким-то образом это дело попадает опять к Хахалевой. 1 декабря 2016 года, в котором рассматривалось после Верховного суда с судем и составом коллегии по административным делам необоснованным нарушением подсудности снова, после того, как это дело попало в Быстрову. И он дважды проводил судебные заседания. И получается так, что, значит, в нарушение подсудности гражданское дело было забрано у судей Быстрова, хотя ему никто не заявлял отвод. Вы представляете, вы приходите к одному суде, который вас приглашает в судебное заседание, а там сидит совсем другой состав судей, который, значит, уже заседал, и их судебное определение было отменено Верховным судом. Как вы себя вообще будете представлять и чувствовать, что они творят? А это все творила Хахалева Елена Владимировна. 2015, 2016, 2017 годы в Краснодарском краевом суде. Будучи негласной правительницей Краснодарского краевого суда. И правосудие. Это дело должен был рассматривать другой судья, Быстров, после Верховного суда. Но он даже несколько провел заседание. Он занимается гражданскими делами. Но в какой-то момент Хахалева забирает это дело, хотя оно занимается административными делами, а это как минимум нарушение подсудности. И эта бумажка в руках Хахалевой снова становится договором займа, распиской, документом после Верховного суда. Вот такие вот чудеса. Противоположная сторона. Лаврентьева я имею в виду, Галина Лазаревна. Она говорит про то, что есть уже решение суда Краснодарского. И то, что все, оно вступило в законную силу. И что вообще мы здесь и собрались в Сочинском районном суде. Давайте уже, пусть все остается так, как оно есть. Вот эта вот бумажка, это у нас не просто бумажка, это договор. Явился представитель ответчиков судебного заседания, ссылался на ранее вынесенные судебные акты по другому делу о взыскании суммы займа, как периодициальное для настоящего спора. Тем не менее, с нашей стороны, материал дела было представлено на определении Верховного суда, где Верховный суд Российской Федерации прямым текстом указывает, что тот клочок бумаги, который был представлен оппоненткой моего доверителя в судебных заседаниях по другому делу, распиской не является. И вот Верховный суд вроде бы сказал. И то, что Хахалева сейчас в бегах, то ли в Армении, то ли в Грузии. И уголовное дело на нее заведено. Но ее решения судебные, они под вопрос не ставятся. Это понятно. Тогда очень много людей, уважаемых людей в Краснодарском крае пострадают. А кому это нужно? Никому. Но вот такая ситуация. Вот вроде бы Сочи холодом. Прокуратура тут что-то увидела, вроде что-то начало двигаться. Но посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Как-то очень странно, 11500 квадратных метров, а там говорят даже больше, ушло из собственности города Сочи частные руки. А вот что касается вот этой бумажки, в суде сейчас, в сочинском суде идет сейчас рассмотрение. Все-таки останется она договором займа, распиской. Или же все-таки превратится в бумажку. Но свое слово веское скажет, конечно же, суд. А мы будем следить за ситуацией и информировать вас. До свидания.